Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно. Ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Дональя, и сегодня у нас будет видео покупка рандомной лошади для моего соклубника. Ну а точнее секретная покупка лошади. Так что да, она пока не знает, какая лошадь окажется у нее в конюшне, но есть целый список критериев, которые должны соответствовать для покупки. Будем бегать, думать, также посмотрим, какие лошадки есть у нее в конюшне, почитаем ее историю и будем думать, кого же ей покупать. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Итак, давайте же узнаем, кто такая Анна Панелив. Анна приверхала на Юрвик со сладкой булочкой. Это конь, началочка, где это, вот в конце, в конце она написала, что все ее персонажные кони стоят в конце. Где? Вот, 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 сладкая булочка. Это, по мотивам, точнее она старалась создать максимально похожим на ее настоящую лошадь Санти, Сантина. Так, и она начала работать на острове, ухаживать за лошадьми и как только она накопила уже нужную сумму, она выкупила булочку, буду называть Сантина, с конюшни. Самую любимую и дорогую и коня в конюшне. Верный бродяга Броня. Это у нас как раз вот этот вот Шайр. Шайр, очень классный, кстати, я хоть такого бы никогда и не купила, но когда видишь других лошадей на других аккаунтах, всегда в восторг приходит, что вау, они оказываются красивы, они даже суперские, смотрятся очень круто. Он является Шайром, которого она купила еще годовалым жеребенком и всему его учила. И прежде чем он попал в обычную конюшню, в общем, прошло у них много времени, и Анна начала профессионально заниматься конным спортом и выступать на соревнованиях в различных дисциплинах. Сейчас у нее как раз пять своих лошадей, которые стоят всегда отдельно на конюшне. Вот видите, прям вот отдельный такой уголок, отдельная часть, отдельное крыло, назовем это так. Так, ее лошадьми являются Сладкая Булочка, Сантина, Верный Бродяга Броня, Загадочная Чародейка, Демон и Вайлот. Остальные же лошади являются ее учениками, а она их тренером Берейдером. О, какие. Анна заново влюбилась в конный спорт и хочет покорять его вершины, но это не значит, что она забудет про поля и ее душевные прогулки по острову. Вот такая вот интересная история у персонажа, очень классная. И, знаете, я вначале вообще не имела понятия, кого покупать, потому что я была уверена, что у Ани очень много лошадей. Но оказалось, что у нее на конюшне всего три странички лошадок. И это дало мне большие надежды. При этом у нее такие масти, которых практически нет у меня. Вот, к примеру, когда я зашла, у нее несколько валийцев. Потом у нее вот несколько, там, бельгийцы, пасеки есть. И вот масти, которые я обычно не беру, это всегда так интересно смотреть на чужих коней. Так, у нее есть два пейнт-хорса, два теннисийца. По-моему, у нее три валийца, я видела, два пасека. Ну, это я так суммарно. Две палузы. Один араб. Вот, два валийца, два лохматика. У меня такое чувство, что у нее все по два, по три примерно. А, нет. А, да, два исландца. Я надеялась, что это один исландец. Один? Нет, два лепециана. А у нее все по парам, по-моему. Нет, у нее три мустанга, один морган. Один морган! Я нашла у нее одна лошадь одной породы. Перед тем, как вышли дартморцы, я делала ставку на них, что вот я куплю и новую породу, новой лошади. Но в итоге, Анна, недолго думая, выкупила несколько мастей дартморского пони в тот же день, когда они и вышли. Чем сломала мой план целиком и полностью. Поэтому будем выключаться другими способами. И у меня появилась идея. У нас есть Сантина. Вот эта вот Сантина, сладкая булочка, началочка. Я в жизни видела Сантину. Гладила и даже чистила. И не только то, что угощала морковкой. Очень классный конь. Такой немножечко иногда с неохотой, выполняющий какие-то просьбы. Но при этом достаточно такой общительный, добрый. Ну, такой, мне кажется, иногда витающий в своих мечтах. Вот. Я его видела вживую. И это будет шикарным просто вспомогательным материалом. Потому что сегодня мы будем обновлять, скажем так, Сантина. Я прямо специально посмотрела, прочитала всю историю ее персонажа. У нее Сантина выражен только вот в этой началке. А я хочу ей купить новую лошадь, которая была бы максимально более похожа на Сантина. Потому что началка, ну, не похожа на Сантина. Ну, я же его видела вживую. Не то, не то, не то. Так что, да. Значит, какие у нас есть требования на покупку лошади? Это должна быть лошадь с английским именем третьего поколения. Любого абсолютно экстерьера. Хм. Это хорошо. Это значит, что можно хоть тяжико, хоть пони, хоть худого, хоть, я не знаю, хоть массивного. Каких лошадей нельзя покупать? К покупке запрещены Канемара, Кучерашка, Юрвикский пони, Чинкотик, Финская лошадь, Хафлингер, Севершед, Квотерхорс и Фриз. Оуу, ребята, те лошади, о которых я подумала, в этом списке нету. Это хорошо. Значит, обязательно купить недовуздок любой. Даже тот, который уже есть и не в одном экземпляре. Понятно. Ясно. Хорошо, мы купим недовуздок. Не важно какой, главное, чтобы он смотрелся на лошади, на мое усмотрение. Любая стрижка. О, спасибо, это прямо то, что я люблю. Подобрать в стиле шкафа, лошади и персонажу. Ничего не покупая. Ну, это хорошо. Это мы тоже учтем. Тратить ничего лишнего мы не будем. Единственное, на что мы сегодня тратим старкоинсы. У нее их 15719. Это на покупку одной лошади. Покупка недовуздка за старкоинсы. И также будем тратить шиллинги на то, чтобы отправляться в путешествие. Я предлагаю как раз взять с собой верного бродягу. Потому что мне очень нравится на нем кататься. Очень классная масть. Прям очень непривычно. Люблю путешествовать под чужим аккаунтом. Так. Значит, первая остановка моего плана, моих мыслей, будет южное копыто. Так что отправляемся именно туда. Итак, мы прибыли к хижине отшельника. Она не прописала валийского пони. Сантина по факту полукровка, насколько я помню. И как раз он немножко уэлиц. Вот такой вот. Но я не знаю. Мне кажется, он слишком маленький валийский пони по сравнению с настоящим Сантина. Ну да, мне кажется, Сантина все-таки повыше будет. Я, конечно, невысокая. Но Аня выше меня в жизни. И Сантина явно не такой маленький. Поэтому как бы сильно ты не подходил. Хотя у Сани нет отметин на моське, насколько я помню. Ты не подходишь. Ладно. Ладно. Тут моментальный сразу облом. Хотя тоже ставки были на него очень большие. Так. Вот теперь надо немножечко подумать и сообразить, куда же поехать дальше. Так. Теперь мы прибыли на ранчо Старщайна. Потому что я не гарантирую, что мы кого-то здесь купим. Но мы должны кататься по разным конюшням, чтобы смотреть, каких же лошадей нам предлагают. Ой, я забыла, что данной породы, которую я хотела посмотреть, здесь нет. Но все равно. Давайте тогда посмотрим те, которые присутствуют именно здесь. Так. Из Мустанга. Мне никто. Не нравится. Квотер вообще не похож. Во-первых, экстерьер меня не устраивает. И вот эта низкая шея. Пожалуй, я согласилась бы купить Квотер Хорса только заядлому любителю вестерна. Который вот прям... У него весь аккаунт вестернский. Апполуза. У Ани очень много Апполуз. И как бы, ну... Можно убрать вот эти белые отметины. И тогда действительно будет похож на Сантина. Но нет. Тоже не подходит. Пейнт Хорс. Он Пейнт. Тоже. Тут все понятно. Ладно, так. А где же та лошадь, в которую я хотела посмотреть? Не привыкла я к таким резким перестановкам. Я забыла, где какие породы. Мы приехали в Феркроу. Потому что, насколько я помню, эта порода должна стоять теперь здесь. Возможно, вы уже поняли, что я говорю о Танисийцах. Да, вот они. Поэтому мы посмотрим. Здесь все лошади допускаются к покупке по списку от Ани. Так что давайте всех посмотрим. Морган. В принципе, Морган подходит по росту. В принципе, подходит. Но я даже не знаю. А, кстати, я вообще не думала о Моргане. А может быть, Морган бы и подошел. Ой, вот теперь этот сложный выбор. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а ведь действительно подходит. Так, ну у Ани, насколько я помню, один Морган. Один? Так, вот этот вижу. И мне кажется, у нее есть Морган из приложения. Как раз такой белый вороной. Пегий. Да, всех остальных у нее нету. То есть, в принципе, Морган третьего поколения подходит. И елки, вот он даже и по росту, мне кажется. Вообще прям и подходит. Так, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, если ты так идеально нам подходишь, давай-ка это. О-о-о. Ну прям, слушайте, ну похож. Похож, похож, похож. Мне нужно будет вот сейчас определиться хотя бы две породы, среди которых я буду выбирать уже финально, кого я буду покупать. И я буду сравнивать по фотографиям Сани. Ой, Саня, 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 какую работу мы тут с тобой проделываем. Так, Теннесси. Теннесси... Высокий. Но... Но-но-но-но-но-но, в принципе... Нет. Нет вообще ни капельки. Вообще ни то, вообще не похож. Это вообще не Сантина. Прости, Теннесси, но тебя покупать мы не будем стопроцентно. Так, кучеряхи не допускаются. Финскую лошадь она писала? Да, писала тоже. А вот так нельзя. То есть половину можно стоящих здесь, а половину нельзя. Ладно, мы запомнили, что вот этот Морган дает нам надежду на то, что его, возможно, сегодня купят. Продолжаем поиски идеальной лошади, похожей на Сантина. Самая первая идеальная лошадь, по моему мнению, которая похожа на Саню, это Араб. Гнедой Араб. И если честно, я вначале даже не хотела искать лошадей, не кататься по конюшням, а вот просто приехать и купить сразу гнедого Араба. Да, ну... Все-таки я решила, что нет, надо устроить как бы просмотр коней. И вот не зря теперь проблема, теперь думай и решай. Ёлки, а у него уж отметин много белых. Ну вообще, мне кажется, вот тут оно больше всего похоже на Сантина. Так, а у нее что по Арабам? Этого нет? У нее есть Вороной. Так, 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 так. И, по-моему, больше никакого нет. Ух, как сложно-то! Так, а... Ну, с Арабами я хотела бы сделать по-другому. У Сани короткая грива, но Аня говорила, что она хочет ему отрастить, так как они... Ну, как бы в спорт, я так понимаю, не пойдут больше вообще, потому что она растет, а он нет. Поэтому он как бы больше станет лошади просто для души, которая там в полях живет, а не в руках занимаются. Очень классно. Прям я была свидетелем этого, это прям непередаваемое ощущение. Наверное, сделать ему длинную гриву, а возможно, даже вот такую густую. Ну, хотя не, наверное, просто обычную арабскую вот такую вот причесочку. Ой-яй-яй-яй-яй! Нет, ребята, вы не думайте, выбор породы не самый сложный, а вот выбор потом имени это прям отдельная будет песня. Так, сейчас мне нужно свериться, допустим, с онлайн-каталогом коней и посмотреть, есть ли где-то еще подходящие для нас кони. Ну что ж, дорогие друзья, мы обзвонили все конюшни Юрвика. Мы посмотрели все онлайн-каталоги лошадей, всех аукционов и не нашли никого подходящего кроме этих двух лошадей, Моргана и Араба. И пришлось приложить к сравнению фото Сантина. И я поняла, что, эй, как бы Морган действительно мне почему-то в этот раз сильно бы не нравился, не симпатизировал на Саню больше похож. Вот этот красавец, вот этот Араб. Так что, здравствуй, Саня! Здравствуй, Сантина! Давно не виделись. Теперь ты еще будешь у Анны и в ССО. Да, это будет очень классно. Я считаю, с нее потом прям надо попросить фотографии сделать, что как будто бы она с Саней в реальности и с Саней в ССО. Это будет очень круто. О, ребята, вы бы знали, сколько я тут сижу. И даже не одна, а с планшетом, а с колонкой, даже с еще одним человеком в попытках найти имя этому коню, потому что это невозможно здесь в ССО. Это какое-то мучение. Значит, я хотела назвать его маленький святой или маленькая свята, что-то такое, но у нас есть слово little, но у нас нету никакого слова святое. Свято, святое вообще нету. Вот. Я думаю, может быть, назвать его little angel. Я перебирала еще кучи других разных имен, но они не подходят вообще никак. Ничего не могу найти подходящего для него. Сейчас у меня появилась, правда, одна мыслишка. Если она не подойдет, то все, я его называю little angel, но с отсылкой на его настоящий, как бы, перевод его имени. Я сдаюсь, я сдаюсь, по поводу имени. Я не знаю, как так можно сделать, чтобы идеально вы подошло к маленькому святому или сантино. Не знаю. При этом, если вы переключаете на любой другой европейский, допустим, язык, или не только европейский, не важно, итальянский, французский, не важно, у вас имена для лошадей всегда будут на английском. И это не честно. Итак, все, надо выдохнуть, Сантино готов к тому, чтобы отправиться домой на конюшне к своей хозяйке Анне. Взрослый жеребец Сантино или же в засошном переводе Лаки Бьюти. 969 старкоинцев. Нажимаем покупать. Да! Ура! Боже, мне прямо интересно узнать, какая реакция будет чуть позже у Ани, когда она увидит Сантино. Это прям, это прям будет что-то, это будет что-то очень, очень, очень классное. Так, а мы отправляемся на конюшню, чтобы нам же еще не до уздок и комплект одежды с амуницией нужно сделать, поэтому срочно домой. Нет, фиолетовых тоже нету. Ладно, тогда давайте быстренько пока пойдем посмотрим, что у нее есть в шкафу, потому что вроде бы у нее должно быть много амуниции, много одежды. И я, кажется, знаю, какой образ я бы очень сильно хотела повторить. Да! Интересно, она поймет или не поймет, когда выйдет. Надо еще прически посмотреть, только надо вспомнить вообще, прически-то можно с макияжем мне переделывать ей именно в шкафу или же нет. Но в шкафу, наверное, можно, потому что она сможет в любой момент переделать их обратненько. Так, ладно, недоуздок мы не нашли, поэтому недоуздок придется идти искать. Так, ну, я хочу вот этот недоуздок. Был бы такой красный, я бы купила такой красный, но его нету, насколько я помню. Гнидой будет сочетаться, сливаться с ним, поэтому черненький. Это же черненький. По-моему, это черный, недоуздок. Ой-ой-ой. Так, в общем, покупаем. Тан-та-дам! И, кстати, по-моему, это у нее первый такой недоуздок. Так, вот он. Ой, какой ты красивый. Прям вообще красавчик-красавчик. Так, и тогда давайте собирать на него сетик. Я не знаю, какой, правда, сделать по цвету, но я думаю, просто белый. или голубой. Так, я не знаю, вообще. Это выглядит очень странно, но это отсылка, это отсылка на ее образ, в котором она была, когда я приехала к ней в гости на конюшне. Она была, правда, в идеально голубом костюме. Слушайте, ну вот это, вот, вот это максимум, что мне кажется, прям очень сильно похоже. потому что топ, наверное, идеально голубой, точнее, такую же куртку я не найду. У нее, кажется, она была с длинными рукавами, насколько я помню. Итак, ребята, Сантину на конюшне, и мне безумно интересно увидеть реакцию Ани, поэтому давайте позовем ее и пригласим на один из моих аккаунтов, чтобы она зашла в игру и ждала нашего появления. Я надеюсь на жуткие визги, писки и истерики с твоей стороны. Я с вами надеюсь. Я еще очень сильно надеюсь, что ты поймешь отсылку. Я по комплекту амуниции и одежды сделала отсылку. Я надеюсь, ты ее поймешь. Блин, как волнительно. Шмар просто. Ой, не говоря. Так, ну! Ну! Я в загоне! Ура! Все, я выезжаю к тебе. Стой максимально близко к скале. То есть не у окраины загона, а вот там ближе к скале. Ё-моё! Дермишки шалят. Да ужас просто! У меня скулы болят, я улыбаюсь! Я подъезжаю. Я подъезжаю. С центрального будешь выезжать? Ну, да. С центрального. Так, я уже еду по тропинке к загону. Я уже... Я тебя вижу. Так. Ну что, готова? Да, давай. Аня. Аня. Готова, да, давай. Аня! Это кто там? Это никого, я с ним... Это араб! Ё-ма! Аня! Офигеть! Аня! Это араб? Аня! Это Сантина! Кстати, похож! Это Сантина! Офигеть! Это Саня! Офигеть! Это новый Саня! Офигеть! А я вообще не думала на араба! Это Сантина! Офигеть! И это твой... Это твой костюмчик, в котором ты была, когда я приезжала! Офигеть! Так, ну ты отойди, слезь с этого схафа, посмотри, так сбоку, если взгляд со стороны. Офигеть! Ё-оу! Привет, конь! Ну, в Сосоево зовут Лаки Бьюти, ну, как бы, Счастливый Красавчик. Я очень хотела назвать его маленький... ну, маленький святой, как его имя. Сантина же переводится, я почитала. Но у нас нет... Я не знаю, как переводится его имя. Его имя переводится, как маленький святой, но у нас нету в Сосо не светила, там нормального слова, не свято, не святой. Поэтому я полчаса сидела, думала, и в итоге решила, что в Сосо он будет Лаки Бьюти. Даша, ты что делаешь? У меня руки трясутся, офигеть! Я тебе больше скажу. Выходим с аккаунтов и меняемся, как надо. Вот, я зашла к тебе на конюшке, начала смотреть, начала думать, читала историю твоего персонажа, озвучивая ее. Вот. И тут, как бы, я думаю, я вначале была уверена, что спустя столько времени ты, как бы, обновила Сантина, потому что, ну, это же началка у тебя. Да. И я думаю, ну, спустя столько лет, наверное, она купила себе уже кого-то нового, который воспринимается как Саня. И когда я зашла в конюшню и начала смотреть, и я увидела, стоп, Саня это началка? Саня до сих пор началка? Я думаю, это же гениально, надо обновить Сантина, надо купить Саню. Вообще, когда думала обновить Сантина, я хотела Моргана купить, я сегодня думала на него, но он слишком жопастый, слишком рельефный, особенно в попе и в морде. А плюс у Сантина что же как у араба? Ну, не как у араба, но чуть-чуть. похоже. Да. Сантина точно не араб, но его мама уэльский пони, поэтому. Я думала на уэльского пони, но уэльский пони все-таки маленький по сравнению с персонажами, и я как бы откинула вообще уэльца и пошла смотреть, выбирала между Морганом и арабом. Иначе я в ранчо не купила. Ура! Мечты сбываются! Кажется, большое спасибо вообще за это. Я вообще не ставила на араба от слова совсем, тем более, что перешли обновить Сантина. Я вообще думала на другие абсолютно породные, если ты говорила. И для меня, честно, у меня пошел такой шок увидеть араба. Еще и в роли Сантина, да. Это прям вообще, но честно, я не передам сейчас свои эмоции, которые еще, и это, ну, как бы несомненная радость. Спасибо. Спасибо большое. Ура! Я очень рада, что я смогла тебе угодить, потому что это прям... Я знаю, как ты, как бы, любишь свою лошадь в жизни, и тут как бы просто возможность, мне открылась возможность ее тебе купить, как будто заново, но в ССО. Поэтому, это, с тебя, знаешь, хотя бы две фоточки из серии ССО тире реальность воспроизвести. О, давай читать. Вот, да, две фоточки обязательно, я потом их куда-нибудь выставлю в сравнение, что они действительно очень похожи. Я даже фотографии пересматривала, видео включала, смотрела, вообще, как ноги, не ноги, голова, не голова, отметины, прям вообще, все сравнивала. Ну что ж, дорогие друзья, мы осчастливили еще одного человека, неожиданной лошадью. Человек просто там сидит в трясучке с холодными руками и ногами, весь от счастья. Вот, я надеюсь, что теперь Сантина будет тут еще сопровождать Аню и в игрушке, на соревнованиях тоже, но впереди долгие пути прокачки. Вот, я благодарю Аню за возможность покупки ей коня, спасибо большое. Да, пожалуйста, спасибо тебе. Это был очень классный процесс, не, ну как бы за твои же старкоинсы, поэтому... Да, так что на этом все, дорогие друзья, и мы с Аней с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Пока-пока. Ну и до встречи в следующем видео. А я пошла откачивать Аню, она в шоке. Субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»